Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Максим, я специалист по озеленению компании Альтфлора. Самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим от наших клиентов, это чем, когда и как опрыскивать деревья и кустарники от болезней и вредителей. И сегодня я хочу подробно рассказать о том, как мы рекомендуем защищать ваш плодовый сад от болезней и вредителей. Итак, сколько раз за сезон нужно опрыскивать плодовые деревья и кустарники от болезней и вредителей? Мы рекомендуем делать это пять раз. Почему не один или не двадцать? На агропредприятиях, где плоды и ягоды выращивают в промышленных масштабах, проводят и 16 опрыскиваний, и даже больше за сезон. Но у них совсем другие цели. Дачникам подобные затраты, я считаю, нерациональны, на них уйдет слишком много сил, времени и денег, а такой результат, как в хозяйствах, чтобы не было ни одного пятнышка, чтобы все плоды были товарного вида, в принципе, дачникам не нужен, они готовы мириться с какими-то небольшими недостатками. И поэтому мы считаем, что оптимальное количество опрыскиваний для обычного садовода это пять за сезон. Первое опрыскивание проводится ранней весной. Ну, когда это? Это примерно в марте-апреле месяце. В зависимости от того, когда вы попадете на свой участок или какая будет весна, ранней или поздней. Ранне-весеннее опрыскивание оптимально проводить сразу после обрезки, если вы ее проводите в своем саду весной. В таком случае она позволит не только защитить растение от болезни, но и обеззаразить срезы из пилы, оставшиеся после обрезки. Для ранне-весеннего опрыскивания мы обычно используем медный купорос. Это очень эффективный, хороший, контактный препарат. Разные производители его делают, как правило, расфасован он по 100 грамм, стоит относительно недорого. Несмотря на то, что препарат это старый, многие его критикуют, он доказал свою эффективность и активно используется не только садоводами-любителями, но и профессионалами при опрыскивании деревьев как раз ранней весной, иногда и поздней осени. Медный купорос обладает еще и таким достоинством, что у него двойное действие. Он не только борется с болезнями за счет меди, содержащейся в нем, но также он является сильным окислителем, и в результате это дает дополнительный положительный эффект как в борьбе с болезнями, так и даже в борьбе с некоторыми вредителями растений. Поэтому мы предпочитаем использовать именно его. Можно также для ранневесеннего опрыскивания использовать железный купорос. Это средство в принципе аналогично, оно также обладает сильным окислительным эффектом, и за счет этого помогает справиться с болезнями. Единственное, что разводить его нужно в три раза больше, оно очень сильно слеживается, и по растворимости, пожалуй, даже хуже, чем медный купорос, поэтому работать с ним сложнее. Поэтому мы, как правило, все-таки пользуемся им для позднеосеннего опрыскивания, а ранневесеннего осуществляем с помощью медного купороса. Какая концентрация медного купороса нужна для ранневесеннего опрыскивания? Ну, мы рекомендуем примерно 2-3% раствор, то есть 200-300 грамм на 10 литров. То есть на ведро воды 10-литровой вам нужно развести примерно 2-3 таких 100-граммовых пакетика. Отмечу также, что медный купорос не очень хорошо растворяется в холодной воде, поэтому лучше для его растворения использовать теплую воду. Высыпьте его в какую-то небольшую бутылку, залейте туда нужную дозу, залейте туда немного горячей воды, можно даже кипятка, разведите, и таким образом вы получите хороший рабочий раствор медного купороса. Что хотелось бы отметить еще. Медный купорос не всегда можно использовать для ранневесеннего опрыскивания, потому что есть у него один существенный недостаток. Он может вызывать ожоги на листьях или на молодых почках деревьев и кустарников. Поэтому, если вдруг с ранневесенним опрыскиванием вы немного опоздали и уже на кустарниках, на деревьях стали набухать почки, распускаться листья, то лучше либо снизить концентрацию медного купороса, например, использовать 1% раствор, либо заменить медный купорос на другие, пусть не такие эффективные, но более безопасные средства. Такими средствами является бордовская смесь или бордовская жидкость, которая, по сути, тот же самый медный купорос, но смешанный с известью. Но я считаю это средство не самым удобным, бордовскую смесь, поскольку приготовить ее рабочий раствор довольно проблематично. Нужно смешивать два компонента. Или вместо бордовской смеси можно использовать средство HOM, хлорокис меди. Она тоже содержит ионы меди и, в принципе, работает аналогичным образом медному купоросу. Единственное, что эффективность ее поменьше, но так же, как у бордовской смеси. Но, чтобы, повторюсь, не вызвать ожоги на листях, если вы немножко опоздали с ранневесенним опрыскиванием и проводите его во второй половине апреля, то лучше заменить медный купорос на бордовскую смесь или вот этот HOM, рабочий раствор, которого довольно легко приготовить. Второе опрыскивание, следующее, после ранневесеннего сада мы проводим уже в начале середины мая, в зависимости от того, насколько ранняя весна. И опрыскивание это приурочено к стадии зеленого конуса на растениях. Что такое стадия зеленого конуса? Это когда из почек появляются первые молодые листочки и выглядят они вот как такой зеленый конус. Ориентируется удобнее всего на яблоню, потому что это растение самое распространенное в наших садах. Я думаю, у каждого в плодном саду яблони есть. Итак, в этот период нужно опрыскивать уже системными препаратами. Чем системные препараты отличаются от препаратов контактных, про которые я рассказывал, то есть железного купороса, медного купороса, бордовской смеси или того же HOMA? Отличаются системные препараты тем, что они впитываются в листья, распространяются по растению и какое-то время сохраняется еще защитный эффект. То есть если контактные препараты просто попали на возбудителя болезни и убили его, то системные еще некоторое время будут сохранять защитный эффект. Как правило, время это длится примерно 10-20 дней в зависимости от препарата и погодных условий. Итак, специально для вас мы собрали здесь системные препараты, которые общедоступны, их легко приобрести в любом магазине. Так уж совпало, что большинство из них делает компанию «Август», но есть и другие производители, просто сейчас их на столе нет. Вот так одно из лучших средств от болезней на плодовых растениях, по моему мнению, это «Райок». Вот так он и называется, этот препарат. Продается в различных формах, как в виде вот в таком тюбике, пузырьке, емкостью 10 мл, я считаю, это самая удобная форма. Так и в емкостях по одному, по 5 мл, которые обычно выглядят как стеклянные капсулы. Ну вот все остальные препараты именно вот в таких вот мягких упаковках. Вот здесь внутри находятся стеклянные, иногда пластиковые капсулы, у которых нужно обломить макушку и вылететь эти препараты в опрыскиватель. Или какую-то тару, в которой вы их разводите. Итак, средство от болезни, я уже сказал, одно из самых лучших. Я считаю, это «Райок». Кроме того, есть такие популярные средства, как «Топаз». Вот их я и рекомендую использовать для опрыскивания плодовых деревьев, как системные препараты от болезней. Во время таких опрыскиваний препараты от болезней для экономии времени, сил и средств можно смешивать с препаратами от вредителей. Вот эти препараты у меня тут тоже есть. Наиболее известный из них это «Алиот». На нем как раз изображены обычно яблочки, его легко узнать. Это «Симпай». Тут изображена капуста, но пусть вас это не пугает, он помогает от вредителей и на плодовых деревьях и кустарниках. И вот средство, появившееся чуть позже, «Шарпей». Также хорошее средство. При опрыскивании, вот на втором, на стадии зеленого конуса, вам необходимо смешать один препарат от болезней, например, тот же «Райок» и «Топаз», и один препарат от вредителей, например, «Алиот» или «Шарпей». Все эти препараты, как правило, совместимы друг с другом, а их можно смешивать в одном опрыскивателе. Но на всякий случай, читайте инструкцию, бывают случаи несовместимости таких препаратов. Следующее опрыскивание мы проводим примерно через 2-3 недели на стадии розового бутона. Кстати говоря, если на стадии зеленого конуса основной вредитель, который размножается на плодовых деревьях, на яблонях точнее, это цветоед. Такой жучок, подгрызающий бутоны и снижающий урожайность, то на стадии розового бутона, то есть когда на яблоне появляется розовый бутон, мы уже в основном уничтожаем такого вредителя, как плодожорка. Это гусеницы, с которыми вы все сталкивались, которых вы обычно называете черви, которые живут внутри яблок и портят нам аппетит при поедании этих плодов. Естественно, помимо этого, опять же, мы используем ту же самую смесь, системный препарат от болезней и системный препарат от вредителей. Единственное, что препараты можно как-то менять, чередовать, то есть если до этого вы использовали райок, теперь можно использовать топаз, если до этого использовали, скажем, олиот от вредителя, то теперь можно воспользоваться сэмпаем. Такая вот смена препаратов будет полезна. Ну, можно опрыскивать всего двумя, и в одном, и в другом случае. Итак, на стадии розового бутона это уже у нас будет третье опрыскивание, а четвертое опрыскивание мы осуществляем после цветения. Это обычно происходит через примерно 3-4 недели спустя после опрыскивания по розовому бутону. Почему именно после цветения? Потому что если во время цветения вы будете опрыскивать деревья, вы можете нанести серьезный вред пчелам, очень полезным насекомым опылителям. Поэтому стоит подождать, пока дерево отцветет, все цветы опадут, и вот тогда провести вот это вот завершающее летнее, а по счету уже четвертый за год опрыскивание. Препараты, опять же, используем те же самые, смесь системного препарата от болезней и препарата системного от вредителей. Ну, и завершающее пятое опрыскивание мы проводим уже поздней осенью, когда с деревьев опадет большая часть листвы, ну, хотя бы половина. И вот здесь мы можем, опять же, воспользоваться либо медным купоросом, либо железным купоросом. Ожог листьям поздней осенью уже не грозит, поэтому использовать какие-то менее эффективные препараты, там, хом или бордовскую смесь осенью, не рационально. Вот осенью всего два препарата, которыми мы можем воспользоваться для опрыскивания. Это железный купорос или медный купорос. В принципе, препараты эти, как я сказал, аналогичны, но железным купоросом несколько сладнее пользоваться. Хотя есть у железного купороса одно достоинство, он помогает, помимо борьбы с болезнями, он помогает бороться также с лишайниками на деревьях. Вот, многим это явление не нравится, они считают, что оно портит внешний вид дерева, и вот, чтобы устранить лишайники, можно воспользоваться железным купоросом и опрыскиванием. Все опрыскивания системными препаратами, которые мы проводим, то есть это опрыскивание на стадии зеленого конуса, розового бутона и после цветения, мы часто добавляем в опрыскиватель, помимо препарата от болезней и препарата от вредителей, мы также добавляем какие-то удобрения. Ну, что касается стадии зеленого конуса, то в это время листочки еще не открыты, и, в принципе, удобрения не так эффективные. Поэтому мы добавляем, например, гумат, есть у нас такое удобрение, оно, в принципе, попадая на землю, дает определенное питание растениям. На следующей стадии можно, на стадии розового бутона уже появились молодые листочки, и можно добавить в эту смесь в качестве внекорневой подкормки, такое удобрение, как мочевина, ну или карбамид, ее еще называют, будет очень полезно, будет способствовать росту, потому что мочевина – это азот, а азот – самый важный элемент для роста и развития растений. Ну и на последнем опрыскивании системными препаратами, то есть после цветения, вы можете добавить в смесь, и состоящий из препаратов от болезни и препарата от вредителей, вы можете добавить, например, микроудобрения. Они тоже встречаются в разных растворимых формах, мы, например, пользуемся таким удобрением, как растворин. И таким образом защиту от болезни вредителей вы еще совместите с внекорневыми подкормками, очень полезно, экономит силы, время и позволяет растениям развиваться и вырабатывать иммунитет от болезней и вредителей. Что еще хотелось бы упомянуть? Хотелось бы упомянуть о препаратах, так называемых биологических. Болезни обычно, иногда встречаются и препараты от вредителей, вот в данном случае бактофит – биологический препарат от болезней. В принципе, большинство этих препаратов действительно являются эффективными и могут помочь от ряда болезней, в том числе у плодовых деревьев и кустарников. Но, к сожалению, эффективность их намного меньше, чем у аналогичных химических препаратов, вот того же, скажем, райка. То есть, по сравнению с райком, бактофит в несколько раз будет менее эффективен. Поэтому я рекомендую пользоваться все-таки обычной агрохимией, а какие-то биологические препараты использовать только в том случае, когда нельзя пользоваться настоящей агрохимией. Например, в случае обработки комнатных цветов, когда при опрыскивании сильно действующими химическими препаратами от болезней вредителей вы можете нанести серьезный вред своему здоровью. То есть, в каких-то ограниченных условиях, в тех же теплицах, можно пользоваться вместо агрохимией биологическими препаратами. Еще один момент, о котором я хотел бы вам сегодня рассказать, точнее объяснить. Не следует добиваться путем каких-то опрыскиваний полного уничтожения болезней и вредителей. Это было бы неправильно и слишком затратно. Пришлось бы опрыскивать едва ли не каждую неделю ваше растение. И увеличился бы риск какого-то попадания избытков химических препаратов в плоды, то есть вашего отравления. Нужно просто снижать численность вредителей и развитие болезней в те периоды, когда они наиболее активны. Именно поэтому мы рекомендуем 5 опрыскиваний. Именно поэтому эти опрыскивания должны быть привязаны к определенным стадиям развития растений. Ну и конечно же, дорогие наши зрители, садоводы, не забывайте о мерах предосторожности при опрыскивании болезней и вредителей своего сада. Помните, что все-таки это агрохимия, она в определенной степени опасна. Если контактные препараты, такие как медный купорос, железный купорос, хомбардовская смесь, не очень опасны и можно как-то пренебрегать какими-то мерами предосторожности при опрыскивании этими препаратами, то препараты системные, достаточно опасны для вашего здоровья и нужно соблюдать все меры предосторожности. То есть при опрыскивании одевать какую-то защитную одежду, перчатки, использовать очки, защитную маску, вот хотя бы какой-то респиратор-лепесток. Особенно внимательным нужно быть при создании рабочего раствора из препаратов, потому что и в это время вы соприкасаетесь именно с концентрированным препаратом, а в такой форме они наиболее опасны. Ну и естественно старайтесь не опрыскивать в сильную жару, это и снизит эффективность опрыскивания, и может привести к отравлению за счет испарений излишних. Ну и при сильном ветре, по тем же самым причинам. Также не забывайте на время опрыскивания убирать из вашего сада каких-то домашних животных или маленьких детей, ну и некоторое время после опрыскивания тоже не выпускать их в сад. Ну и что еще хотелось бы сказать, да, естественно следите за осадками, потому что если сразу после опрыскивания пойдет дождь, он может смыть значительную часть препарата, и эффективность вашего опрыскивания может быть сведена к нулю. На этом, пожалуй, все. Смотрите наши видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч, пока!